Новости на восьмом. Значит, в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Война продолжается. Бывший несовершеннолетний узник концлагеря, ныне пенсионер Виктор Фролов, не может получить бесплатный участок земли. 15 мая дело было передано в администрацию города Владивостока. И отказ пришёл 5 июля 2019 года. Подготовка в разгаре. Стали известны дебютанты морского парада в день ВМФ во Владивостоке. Культура рока. Международный культурный проект с мрачным названием «Газель смерти» завершил свой путь в Приморской столице. Также в выпуске. Жаркий вторник. Истребители ВВС Республики Корея сделали предупредительные выстрелы над Японским морем. И ещё расскажем. Страсти не утихают. Проект торгово-развлекательного комплекса, который построят на месте известного рынка во Владивостоке, опубликован в интернете. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Приморье восстанавливает инфраструктуру после тайфуна «Данос». Режим ЧС муниципального уровня введён в Лазовском районе Приморья в связи с подтоплениями. Здесь начали работу оценочные комиссии. Наибольшее количество осадков выпало в посёлке Преображение Лазовского района – 125 мм. В селе Барабаш – Хасанского района – 113 мм. Как стало известно, к вечеру понедельника было восстановлено движение автотранспорта в посёлок Преображение Лазовского района. Сотрудники Примавтодора отсыпали и укрепили подъезды к временному мосту через реку Соколовка. Ранее здесь было вскрыто дорожное полотно для пропуска воды в ходе тайфуна. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщают, что в настоящее время на северо-востоке края наблюдается спад воды в реках. Техника Примавтодора работает на подсыпке двух участков дороги Лазозаповедная, 50-й и 62-й километры, где было затруднено движение. Об этом шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На реках идёт незначительный подъём воды без достижения опасных отметок. Имеются отдельные переливы дорог в Лазовском муниципальном районе. Работа департаментом дорожного хозяйства проводится по уменьшению последствий. Сделаны прораны, вода начинает уходить. На территории преображения имеются незначительные подтопления при усадебных участках в районе 35 домов. Также известно, что пока ещё остаётся перекрыто движение в посёлок Чистоводное, где на 23-м километре размыло подходы к мосту. Высокий уровень воды наблюдается на участках дорог в сёлах Валентин и Черноручье. Самая сложная обстановка у нас это на дороге Киевка-Преображение, непосредственно в посёлке Преображение, где мост через реку Соколовка. Там укрепляли откосы моста, пока была возможность, где-то с 7 утра там работали. Потом, когда увидели, что действительно проём моста не справляется с водой, было принято решение перекопать подход к мосту. В Ольгинском районе в настоящий момент нет проезда в посёлок Моряк-Рыболов. В Хасанском районе сохраняются переливы, дороги в посёлок Приморский. Также отсутствует проезд в сёла Барабаш и Овчинниково. На месте дежурит техника, работы начнутся по мере спада воды. По данным синоптиков, незначительные осадки продолжатся в Дальнегорском, городском округе и Тернеевском районе. Дожди меньшей интенсивности продолжатся на севере края до 25 июля. По словам начальника примгинромета Бориса Кубая, погода будет неустойчивой в течение недели. По краю ожидаются дожди с осадками от 15 до 50 миллиметров. 500 специалистов выпустил в этом году ТГМУ. Главная кузница медицинских кадров региона. Однако на сегодняшний день Приморью требуется более полутора тысяч медработников. Для привлечения кадров отрасль в регионе ведётся активная и планомерная работа. В том числе развитие мер социальной поддержки медицинских работников. В этом году на обеспечение мер соцподдержки медикам из регионального бюджета будет направлено 266 миллионов рублей. Главная задача привлечь и закрепить кадры возрасли. У нас принято и действует пять мер социальной поддержки. Это и единовременные выплаты, и ежемесячные выплаты, и компенсация за наём жилого помещения. И также 3000 рублей за раннее выявление злокачественного образования на ранних стадиях, что будет способствовать увеличить диагностику на ранних стадиях данного заболевания. Необходимо отметить, что на 1 июля, то есть по итогам полугодия, уже около 50 миллионов рублей поступило заявок от медицинских организаций на данные выплаты. Единовременные выплаты у нас предоставляются как специалистам с высшим образованием, так и специалистам со средним специальным образованием. Размер единовременных выплат колеблется от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. Это зависит от того, какой уровень образования имеет сотрудник медицинской организации. Специалист со средним медицинским образованием имеет право на получение единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей. Специалист на севере края рассчитывать может на получение единовременно до 700 тысяч рублей. Глава департамента здравоохранения рассказал, что с начала года в Приморье поданы документы на выплату вознаграждения в сумме 3000 рублей для медиков, выявивших онкологию на ранних стадиях. Это 350 случаев за 7 месяцев. Данная мера социальной поддержки согласно краевому закону распространяется на врачей более 30 специальностей. Программа по ранней диагностике онкологических заболеваний включена в национальный проект здравоохранения. Считаем, что данная мера социальной поддержки будет способствовать стимулированию врачей на раннее выявление онкологических заболеваний, что в свою очередь ведет к увеличению продолжительности жизни данных пациентов и, соответственно, снижению смертности. Крупный сбытчик наркотиков попал в руки полицейским по пути на сделку во Владивостоке. При обыске у гражданина изъято более 25 граммов героина, 250 разовых доз. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Задержанным оказался 45-летний уроженец одной из бывших республик Советского Союза. Мужчина осуществлял сбыт крупных партий наркотиков на территории города Владивостока. Для продажи наркотиков мужчина назначил встречу на одном из участков дороги Дефрис-Сидан-Капатрокол, где и был задержан. При обыске у него изъяли наркотическое вещество. Следственным подразделением Управления МВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о незаконном сбытии технических средств в крупном размере. Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Тем временем сотрудники полиции провели профилактическое занятие для воспитанников социально-реабилитационного центра «Парус надежды». В центре проходят реабилитацию дети из социально неблагополучных и незащищенных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подросткам рассказали о правовых последствиях немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ вреде табака и алкоголя. Напомнили о том, как важно вести здоровый образ жизни. Кинолог показал ребятам навыки работы со служебным псом, рассказал о поиске запрещенных веществ, об особенностях дрессировки полицейских собак. Ребята остались в восторге от проведенного мероприятия и с удовольствием фотографировались с сотрудниками полиции. А офицеры отряда «Гром» продемонстрировали свою физическую подготовку, оружие и экипировку. В ходе демонстрации все дети с удовольствием примерили на себя полицейское обмунирование и поддержали в руках настоящее оружие, стоящее на вооружении спецподразделения. Во Владивостоке бывший несовершеннолетний узник концлагеря. Пенсионер Виктор Фролов не может получить бесплатный участок земли, положенный по закону. Семья пенсионера сегодня находится в судебной тяжбе и переписке с городскими властями. Предоставление земельного участка им отказывают, ссылаясь на то, что эта земля находится в зоне горно-санитарной охраны. Подробности в репортаже Светланы Садовой. Участок земли площадью 10 соток в районе сад города внуки и дети пенсионера Виктора Фролова присмотрели еще зимой. Их дед – малолетний узник фашистского концлагеря. Он имеет право на получение бесплатного земельного участка. Согласно закону о регулировании земельных отношений в Приморском крае, участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, однократно бесплатно предоставляются участникам Великой Отечественной войны. Документы на землю семья Виктора Фролова подала в Департамент земельных и имущественных отношений администрации края в марте этого года. События развивались так, что в течение месяца я попала на прием в Департамент земельных и имущественных отношений к специалисту. И специалист сказал, что так из-за того, что с 1 мая полномочия передаются администрации города Владивостока, они не успевают предварительно согласовать предоставление в собственно земельного участка для данного гражданина. Вот уже более полугода семья Виктора Фролова ходит по кабинетам краевых и городских властей. Оформление каждой справки приходится ждать неделями и оплачивать ее из собственного кармана. Дед от переживаний просто слег. 15 мая дело было передано в администрацию города Владивостока. И отказ пришел 5 июля 2019 года. То есть обычно предварительно по закону предварительное согласование земельного участка составляет 30 дней. И в нашем случае это длится уже месяцами. Земельный участок не прошел согласование в администрации Владивостока. Виктору Фролову отказали, ссылаясь на то, что земельный надел входит в зону с особыми условиями использования горно-санитарной курортной зоны Владивостока. Однако, согласно справке, выданной в Примор граждан проекте, границы участка только прилегают к этой зоне. Сам участок расположен в зоне Ж, на территории застройки индивидуальными жилыми домами. Что подтверждает обилие уже построенных коттеджей за высокими заборами. Оригинал справки был предоставлен. После этого я обжаловала данные решения главе города Гуменюку Олегу Владимировичу и в прокуратуру, а также в суд. Прошу отменить данные решения, потому что считаю его необоснованным. Сегодня семья Виктора Фролова ждет решения суда и надзорных органов. А также надеются на простую человеческую справедливость, но уже заранее боятся, что ждать придется еще не один месяц. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. 28 июля 2019 года во Владивостоке отпразднуют День ВМФ. В этот раз впервые в морском параде примут участие корабль «Док» военно-морских сил Филиппин «Давао-дель-Сур» и фрегат военно-морских сил Вьетнама «Куанг-Чунг». И самый крупный надводный корабль Тихоокеанского фрола флота «Маршал Крылов». Каким будет профессиональный праздник военных моряков в этом году, расскажет Дмитрий Беломеснов. Морпехи Тихоокеанского флота на бронетранспортерах БТР-82А примут участие в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России во Владивостоке. Выход боевых машин на плав впервые обеспечат сразу два больших десантных корабля. Экипажи тренируются уже около месяца – на вододроме полигона Горностай и в бухте-на-Вику, побережье острова Русский. Сам же праздник традиционно состоится в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА. В 2019 году профессиональный праздник военных моряков выпал на 28 июля. В празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2000 военнослужащих Тихоокеанского флота. В этом году организаторы праздника пообещали жителям и гостям Владивостока новую культурную программу, которая сконцентрируется вокруг знаменательной даты – 320 лет со дня учреждения Петром I Андреевского военно-морского флага. В преддверии дня ВМФ на сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел, посвященный главному военно-морскому параду. Посетители портала смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада, а также схемами построения кораблей в главных базах военно-морского флота России, в том числе и во Владивостоке. На главной сцене праздника в дальневосточной столице, арене ЦСКА, водная станция ТОВ, пройдет историческая часть программы. Площадь будет стилизована под палубы кораблей российского флота. В амфитеатре на спортивной набережной для жителей и гостей города пройдет большой концерт. В Амурском заливе представят мощь отечественного флота в захватывающем представлении. Кстати, в параде кораблей впервые примут участие корабль-дог военно-морских сил Филиппин, Давао-даль-Сур и фрегат военно-морских сил Вьетнама Куанг-Чунг. Еще один дебютант – самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота России «Маршал Крылов». Корабль предназначен для обеспечения летно-конструкторских испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов. Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня военно-морского флота России. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. А тем временем слова Александра Третьего о том, что у России есть только два союзника. Ее армия и флот не теряют актуальности. Истребители ВВС Республики Корея 23 июля во вторник ранним утром сделали предупредительные выстрелы над Японским морем. По утверждению Минобороны Южной Кореи российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство страны, вынудив поднять южнокорейские истребители и открыть предупредительную стрельбу. Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи возле самых восточных южнокорейских островов. В ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы. Агентства отмечают, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО. Последний такой случай произошел 20 июня. Тогда два российских военных самолета пробыли в зоне действия ПВО Южной Кореи около получаса. Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Страсти не утихают. Проект торгово-развлекательного комплекса, который построят на месте известного рынка во Владивостоке, опубликован в интернете. Культура Рока, международный культурный проект с мрачным названием «Газель смерти» завершил свой путь в Приморской столице. Звездные комментарии. Интернет-флэш-моб в поддержку Ирины Шейк получил продолжение в Приморье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема строительства большого торгового центра на месте рынка на Спортивной вновь обсуждается в Приморских СМИ. На своем официальном сайте корпорация СИП Инжиниринг предоставила проект торгово-развлекательного комплекса, который построят на месте известного рынка во Владивостоке. На сайте строительной компании говорится, что разработка проектной документации объекта на улице Спортивная 1В уже завершена. На макетах наглядно показаны объекты, которые планируют разместить на площади в 40 тысяч квадратных метров. Первый этаж займет фермерский рынок с зонами быстрого питания, мясная лаборатория, рыбная лаборатория и сортировочный цех. На втором этаже расположатся представители мелкой розничной торговли и открытые зоны с распродажами. Третий этаж будет организован под парковку. Предполагается, что у здания также будет эксплуатируемая кровля, где планируется разместить спортивные объекты в зависимости от сезона. К слову о будущем рынка на Спортивной в ходе встречи с журналистами на днях высказался глава Владивостока Олег Гуменюк. Большая была территория. Хороший спортивный стадион, который захватил бизнес. Со стадионами посмотрите, что творится. Раз-два и обчелся. У Владивостока есть только дом пионеров и брошенный комплекс в снеговой паде. На спортивную смотреть невозможно. Грязь и антисанитария. Понимаю, что людям было удобно. Кто-то рядом с этим рынком живет. Будут те, кто жалуются и недоволен. Но когда-то всему приходит конец. Спортивную давно пора закрыть. Это должны понимать люди, которые занимаются этим. Отметил глава города. Напомним, в конце июня во Владивостоке была приостановлена деятельность части рынка на улице Спортивной в связи с иском прокуратуры о нарушении пожарной безопасности. Затем вещевые и продуктовые ряды возобновили свою работу. Заседание суда в отношении рынка должно состояться 5 августа. Международный культурный проект с мрачным названием «Газель смерти» завершил свой путь в Приморской столице. В минувшие выходные Владивосток стал последней точкой финального тура для маршрутного автобуса, чьи пассажиры исключительно музыканты. С 2010 года автобус на правах аренды становился думом на колесах и плацдармом для экстремального тура по просторам России для рок-групп. Подробнее о последнем концерте музыкантов из «Газели» в следующем сюжете. Вечер пятницы. По всему городу ночные заведения только готовятся к наплыву посетителей. Еще не поздно, но уже достаточно темно. А в самом байкерском баре Владивостока – суета. Откуда-то здесь уже начинают собираться люди, музыканты погружаются в саундчек. В чем же причина? Афиша на входе сразу сообщает – приезжает какая-то «Газель смерти». Так назвал свой автомобиль москвич Денис Алексеев, решивший в 2010 году открыть небольшой бизнес под слоганом «Автобус в аренду для музыкантов». С тех пор «Газель» побывала на трех континентах. Трижды доезжала от Москвы до Владивостока и обратно, и успела стать культурным феноменом. Пока публика ожидает машину, организаторы немного рассказали о предпосылках мероприятия. Изначально «Газель смерти» приехала во Владивосток три года назад. Это был совершенно еще такой камерный концерт. И с тех пор концерты, к счастью, разрастались. И, собственно говоря, идея концерта была в том, как и, соответственно, идея «Газели смерти», чтобы расширить территориальную сцену русской независимой, и в частности, панк-музыки. Выяснилось, что этот приезд во Владивосток для «Газели» последний. И чтобы торжественно поставить точку в судьбе музыкальной маршрутки, организаторы решили разбавить концерт приезжих групп местным авторским творчеством. Сегодня участвуют несколько групп, то есть концерт длится два дня. В числе задействованных групп, в частности, приезжих. Группа из Португалии, с трудно приносимым названием, мне кажется, даже самыми участниками. Поэтому не описывается. Группа «Миррорзлипс», которая будет играть завтра женский панк-коллектив, который, скорее всего, не любит, когда его обозначают как женский панк-коллектив. Как я подозреваю, просто отличная панк-группа. Они, к слову, из Израиля. Кроме них и португальцев, в концертах участвовали хабаровчане, подсевшие в «Газель смерти» по пути следования. А саундчек тем временем плавно перетек в концерт. Дело в том, что долгожданный автомобиль опаздывал уже на несколько часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Отыграло несколько групп, и, наконец, «Газель смерти» прибыла. Друзья, ну где же ваши плитки? У-у-у! 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 Оказалось, что экипаж перенес несколько поломок, поэтому и опоздал. Водитель хоть и выглядел изнуренным, все же согласился рассказать, как прошла поездка. Доехали сюда совершенно прекрасно, вот если не брать последний переезд из Хабаровска в Авдивосток, когда у нас сломалось сцепление, мы там застряли, ну, часа, наверное, на три. Поломка была пустяковая, но хуже всего было то, что нужно было идти 32 километра до ближайшего магазина, чтобы купить тормозную жидкость. А еще шел страшный дождь, и мы все еще промокли. Среди людей далеких от частых путешествий или андеграндной музыки может возникнуть логичный вопрос. Как вообще могла прийти в голову такая необычная и даже странная идея – возить музыкантов за десятки тысяч километров на четырех колесах? Однако сам Денис Алексеев свое занятие странным не считает. Это вовсе не так, потому что, когда человек находится вот в подобных неусловиях, с ним происходит много вещей очень интенсивно. И какого-то необычного характера. Вот, и он приобретает такую способность, что ли, не способность даже, а просто особый взгляд на мир. Стоит напомнить, что главный инфоповод для концертов – последняя остановка в жизни «Газели смерти». Денис назвал множество причин, среди которых выделяет одну – самую главную. То есть мне это стало как, ну, съездить из Москвы на Петербург, но только в 30 раз дальше, условно. Вот, а все-таки мне нужно вот это чувство, что я делаю что-то, что, там, до меня не происходило. Мне вот важно быть каким-то таким первопроходцем. В целом, оба концерта «Газели» прошли при битком на битом баре и сильной, как признались музыканты, энергетики. В первую очередь, отметили они, Владивосток хорош публикой. Организаторы уверены, прощальный концерт «Газели» не означает прощание с андеграундной сценой. Скорее наоборот, может стать поводом создать что-то новое. Евгений Черемухин, Дарья Блинова. Новости на восьмом. Своеобразный флеш-мув в поддержку знаменитой российской модели Ирины Шейк получил продолжение в Приморье. Расставшуюся с голливудским актером Брэдли Купером россиянку пригласили жить в наш регион. Любовный треугольник Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леди Гага в последние дни находятся в центре внимания журналистов и поклонников. По слухам, актер расстался с топ-моделью из-за известной певицы. Подержать Шейк решила и администрация Приморья, прокомментировав один из постов Ирины. Сообщение гласит, Ирина, не отчаивайтесь, приезжайте в Приморье, у нас тут и море, и природа. Гектар выдают, ипотеку по 2% скоро одобрят. Найдете себе моряка-красавца, родите от него детей красивых, а мы вам выплаты различные. Материнский капитал за шестого машину ждем, пишут в комментариях. Впрочем, на сообщение Ирина пока не ответила, но пишут не только Ирине. В аккаунт Леди Гаги в рамках флешмоба отписалась вся Россия. Обсуждают там все, что душе угодно, от временной разницы с Москвой до неудавшегося приморского лета. Особенно оригинально в глобальной переписке в аккаунте звезды повел себя хоккейный клуб «Адмирал», который предложил всем подписчикам Леди Гаги бесплатный вход на матч с Амуром 25 июля. Для прохода требуется пронести охранникам пароль от Ирины. Они поймут, уверяют официальный аккаунт «Адмирала». Вот только сам Брэдли Купер не попал под раздачу русских комментаторов. Но только потому, что у актера нет официального аккаунта в Инстаграм. На этой неделе в Приморском крае будет преобладать дождливая погода. Осадки, вызванные циклоном тропического происхождения, будут постепенно ослабевать. Но улучшения будут недолгими. В середине недели на погоду в Приморье будут оказывать влияние новые фронтальные разделы. Дожди различной интенсивности в крае возобновятся. Наиболее интенсивные пройдут в последний рабочий день – 26 июля. Над дальневосточными морями сохраняется устойчивый гребень Тихоокеанского циклона. По его западной периферии на Приморье будет выноситься теплая влажная воздушная масса. Поэтому на побережье туман. И несмотря на дождей, температура воздуха окажется достаточно высокая. В континентальной части максимальные температуры воздуха – 26-33 градуса тепла. На побережье – 19-25 тепла. Во Владивостоке во второй половине недели город снова вернется морозь. Временами переходящая в дождь, ночная температура останется в тех же пределах, а дневная температура понизится на 3-4 градуса. Шахматный фестиваль «Город у моря» прошел во Владивостоке. Мероприятие состоялось в юбилейный 15-й раз. В интеллектуальной борьбе за доской встречались как новички, так и опытные игроки. Самый же большой интерес к шахматным соревнованиям проявили дети младше 15 лет. Все подробности у Максима Яковлева. Такой громкой тишины не услышишь ни на одних других соревнованиях. Когда в одном помещении сталкиваются умами сотни шахматистов, понимаешь, что дело серьезное. Фестиваль с говорящим названием «Город у моря» – одно из главных событий в шахматной жизни Владивостока. Мероприятие в этом году прошло в юбилейный 15-й раз. Его главная особенность – возможность сойтись в интеллектуальной битве абсолютно любым людям. В турнире «А» у нас играют как ведущие мастера Дальнего Востока, так и просто любители шахмат. Так же, как и в детских турнирах, играют как сильнейшие шахматисты своих возрастных групп, так и те, которые не очень опытные шахматисты. Всего фестиваль собрал более 150 игроков из 9 регионов России. В «Мозговом штурме» за доской можно увидеть самый разный возраст. К слову, владивостокская молодежь – одна из сильнейших не только в регионе, но и по всей стране. Приморцы доказали это и на фестивале, где смогли выиграть половину всех медалей. И, между прочим, этим ребятам меньше 15 лет. Такой интерес к шахматам у детей, особенно в нынешнее время, приятно удивляет. Такого никогда не было, даже в советское время. У нас сейчас во Владивостоке, мы пытались посчитать, ну, около, наверное, полутора тысяч детей регулярно занимаются шахматами. Постоянно идет рост числа шахматных клубов. Ребята, которые занимаются шахматами, они не только в школе начинают лучше учиться, но они могут принимать взвешенные решения какие-то в жизни. То есть это очень в будущем всем пригодится в жизни. Стоит отметить, что в рамках соревнований прошел и один из этапов Кубка России, в котором спортсмены зарабатывали очки для будущего участия в самом Кубке. Но сначала местных шахматистов ждут не менее важные старты, а именно первенство Приморья, которое пройдет уже в сентябре. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Приморье восстанавливает инфраструктуру после тайфуна Данос. Некоторые районы еще затоплены. Новые дожди уже близко. Война продолжается. Бывший несовершеннолетний узник концлагеря. Ныне пенсионер Виктор Фролов не может получить бесплатный участок земли. Подготовка в разгаре. В день ВМФ в морском параде примут участие корабль-дог военно-морских сил Филиппин и фрегат военно-морских сил Вьетнама. Жаркий вторник. Истребители ВВС Республики Корея сделали предупредительные выстрелы над Японским морем. Культура Рока. Международный культурный проект с мрачным названием «Газель смерти» завершил свой путь в приморской столице. Страсти не утихают. Проект торгово-развлекательного комплекса, который построят на месте известного рынка во Владивостоке, обубликован в интернете. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Фестиваль «Другая высота». Первый на Дальнем Востоке всероссийский творческий конкурс среди юных исполнителей современной и популярной музыки стал ярким событием весны. Мероприятие с общим призовым фондом в 200 тысяч рублей прошло во Владивостоке с 25 по 28 марта 2019 года. Приседателем конкурсного жюри и наставником стал специальный гость – музыкальный продюсер шоу «Голос дети» Андрей Сергеев. Для всех солистов были организованы индивидуальные конкурсы прослушивания с опытными специалистами и каждый участник смог показать свое вокальное мастерство. Ребята записали галоконцерты, сделали клип. Смотрим на приморские таланты вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я желаю вам хорошего дня. Берегите себя. В студии для вас работал Александр Масликов. Увидимся на восьмом.